Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Петенька, сынок, смотри, что я тебе привезла. Пам-парам-пам! Сюрприз! Круто! Мам, а ты насовсем приехала или опять едешь? Мы совсем хорошие. Я больше никогда от тебя не уеду. Мой дом там, где ты и папа. Сынок, пойди, поиграй в своей комнате. Ну, пап, можно я тут побуду? Петь, пожалуйста, нам с мамой поговорить надо. Как тебе кажется, я не поправилась? Что случилось? Зачем ты приехала? А, ты же меня искал? Да, я искал, чтобы оформить развод. А зачем весь этот цирк нужен? Можно было предупредить о своем приезде. Ну, какой цирк? Петя мой сын. Я соскучилась. А, да. Ты так скучала, что за все это время ни разу с ним не поговорила. Андрюш, ну не начинай. Все очень сложно. Я потом тебе все объясню. Главное, что я рассталась с Джеймсом. Все, с меня хватит. Какая же я была дура. Столько лет на него потратила. Кристина, мне это не интересно. Я хочу понять, что ты собираешься здесь делать? Ну, я буду искать работу. И, наверное, начну все сначала. Ты же мне поможешь? У меня, кроме тебя и Пети, больше никого нет. Я часто вспоминала и тебя, и Петю. Как нам было хорошо втроем. Ну, да. Конечно. Правда, я... Я совершила огромную ошибку. Прости меня. Я... Я очень виновата перед вами. Так все, Кристина, прекрати. Завтра мы пойдем в суд и подойдем до развода. Хорошо. Как скажешь. Я могу занять спальню? Какую спальню? Ты что, с ума сошла? Ты не можешь спустя два года приехать и снова начать здесь жить. Андрюша, это и моя квартира тоже. И пока мы не развелись и не разменяли ее, я имею право. Мне просто больше некуда идти. Правда? Пап, можно мама останется? Пожалуйста. Ну, хорошо. Завтра поговорим. Пойдем, Петю, уже опаздываем. Пойдем. Коллеги, после перевода Ивана Трофимовича в министерство, наша школа практически два месяца работает без руководителя. И вот, наконец, я могу вам сообщить радостное известие. Мы обрели директора в лице Наумова Марка Викторовича, кстати, нашего выпускника. Спасибо, Илья Борисовна. Я теперь пару слов самому себе скажу? Да-да, конечно, пожалуйста. Приветствую вас еще раз всех. Приятно видеть знакомые лица здесь. И что сказать о себе? Последние десять лет жил, работал в столице, руководил районным отделом образования. Вернулся в Раменск по приглашению Тищенко Валерия Петровича, главы вашего местного отдела образования. И, честно вам скажу, потянул меня в родные пенаты. Очень надеюсь, что у нас сложатся профессиональные отношения, что мы приложим все силы, чтобы воспитать молодое поколение талантливых музыкантов. Даже не сомневайтесь, Марк Викторович, мы приложим к этому максимум усилий. И вообще, мы все очень рады работать под началом такого опытного и прогрессивного руководителя, как вы. Вот и хорошо. Что ж, а я, в свою очередь, рад стать частью вашего коллектива. Как только я войду в курс дел, мы еще раз уберемся, поймем, как жить дальше. Теперь все за работу. Да? Да. Маша. Мария Алексеевна, вас на минутку, пожалуйста. Я вас догадаю. Маша, мне что казалось, или ты мне не рада? Просто не ожидала. Ты говорила, что только проездом. Проездом был. Да что сказать, когда Тищенко предложил должность, я не рассматривал всерьез. Потому видел тебя. Все изменилось. Ты меня так и не простила. Я давно обо всем забыла. А я ничего не забыл. Мы, кстати, с Таней уже как два года развелись. Поэтому я абсолютно свободен. Даже не знаю, поздравлять тебя и сочувствовать. А ты как? Расскажи себе, я слышал, ты не замужем? Марк, давай с тобой договоримся раз и навсегда. О личной жизни мы с тобой не разговариваем. Мы с тобой коллеги и все. Подожди. Маша. Свадьба станет. Это большая ошибка. Я бы все удал, чтобы вернуться в прошлое и все исправить. Марк, ты ставишь и себя, и меня в очень удобном положении. Правда. Маша. Давай сегодня сходим куда-то, поужинаем. Просто как старые друзья. Прости, у меня на вечер другие планы. Вдруг заряжешь? Возможно. Хорошая. Хорошая. Привет, Маша. Привет. Я тебя жду, я тебе звонил, ты трубку не берешь. Ты что, на меня обиделась? Нет, не обиделась. Просто день такой сумасшедший. Новый директор в школу пришел. Закрутилась, забыла перезвонить. Это все? Это все. Как у тебя дела? Маш, ну ты же знаешь, я тебя очень люблю. Я очень хочу, чтобы мы были вместе. Андрей, это к чему? Маш, я все сделал для того, чтобы мы жили вместе. Ну, просто сейчас нужно немножко подождать. Подождать? Понимаешь, Петька очень скучал по маме. Конечно, он виду не подавал, но я же чувствовал, и сейчас он просто от нее не отходит. Я понимаю, она его мама. Да, мама, и тут такая ситуация, что ей некуда больше пойти. Я так понимаю, этот американец оставил ее без копейки денег. Квартира общая, я не могу ее выставить, понимаешь? И что теперь, она будет жить с вами? Маш, ну ненадолго, пока мы квартиру не разменяем. Завтра мы пойдем, подадим документы на разводы. Андрей, если дело только в квартире, может, вы с Петей ко мне переедете? Он не хочет расставаться с Кристиной. Ну, ты бы его сейчас видел. Ну, почему ты не хочешь меня понять, Маша? Андрей, я тебя понимаю. Очень хорошо понимаю. Я люблю тебя. Очень. Но ты тоже постарайся меня понять. Делать вид, что все в порядке я не могу. Поэтому давай с тобой договоримся. Ты занимаешься своими делами. Когда решишь, позвонишь мне. Хорошо? А сейчас, прости меня, сестра дома ждет. Пока. Да нормально я себя чувствую, Михаил Ефимович. Слабость? Ну, только по утрам. Таблетки пью, иммуностимуляторы тоже. Все, как вы назначили. Если буду чувствовать себя хуже, обязательно вам позвоню. Всего доброго, Михаил Ефимович. Спасибо вам. Надюша, привет. А что случилось? Ты заболела? Машка, слушай, я даже не слышала, как ты вошла. Надь, я все слышала. Пожалуйста, скажи мне правду. Да все нормально. Ну, чего ты так сполошилась? Если ты не хочешь говорить, тогда я позвоню Сергею и сама все узнаю. Подожди. Не надо. Я тебе все расскажу. Мы облачали остатки клеточного материала в радиационной комнате. Сначала все шло нормально, но вдруг приборы показали резкое колебание радиационного уровня. И что? Надевать защитный костюм. Не было времени. Я не поняла. Ты что, вошла туда? Надь, ты с ума сошла? Если бы я этого не сделала, годы работы пошли бы на смарку. И все пришлось бы начинать с нуля. В общем, я... Я облучилась. Так вот, почему ты такая худая, блядная. Перестань, малышка. Ты что? Посмотри, я вполне жива. Работаю. К тебе вот приехала. Что Сергей говорит? Он ничего не знает. Послушай, если Сережа узнает, он будет настаивать на том, чтобы я ушла с работы и легла в больницу. А я не могу сейчас. Иначе все зря, понимаешь? Поэтому я молчу и ты молчи. Надь, ну как же так? Никаких «но». Это мое решение. Я очень хочу, чтобы ты его уважала. Ну... Иди сюда. Иди, иди, иди сюда. Послушай меня. Все будет хорошо. Я знаю. Не волнуйся, Надюш, все в порядке, все работают. Ну как там у вас? Машка, небось, совсем возгордилась своим званием? На хромой козе, наверное, теперь не подъедешь. Машень, привет. А ты попробуй. Только пообещай, что от природы найдешь хромную козу, а то знаю я вас. А я тебе расписку напишу. В ходе эксперимента ни одно животное не пострадает. Хорошо. Сереженька, как там Сонечка? У нее сегодня промежуточный экзамен, кажется. Да не говорила ничего. Утром убежала и все. Надюш, не волнуйся. Все у нас хорошо. Завтра приедешь и сама в этом увидишься. Хорошо. Я и вечером сама позвали. Тут мне Антонов уже пишет. Надо бежать. Значит так, я тебя завтра встречаю и уже дома. Обо всем поговорим. Хорошо? Хорошо, хорошо. Беги. Ну все, пока. Надюшка, а что это за смешливая барышня была? А, это наша лаборантка Эля. Влюблена в Сережу Поши. Ну ты же знаешь, все незамужние барышни в него влюбляются сходу. Всегда. Значит, ничего не меняется. А он по-прежнему любит только тебя и больше ему никто не нужен. Счастливая вы, Надюшка. Понимаете друг друга. Дело у вас одно. Столько лет вместе. И жен нет никаких. Бывших. Да. Счастливая. И у тебя так будет. Вот увидишь. О, Надюшка. Я тут вот... Помню, тебе этот шарф очень понравился. Маша, ну зачем? Он же страшно дорогой. Возражения не принимаются. Чудо. Спасибо, моя хорошая. Надюшка. Я все думаю о том, что ты мне рассказала. Может, все-таки ты оставишь работу и расскажешь все Сереже? Маша. Пойми ты. Сережа мне ничем помочь не сможет. Ну толку от того, что он будет страдать рядом со мной. Ты же знаешь, я терпеть могу, когда мне жалеют. Не серди, сестренка. Просто мне очень-очень страшно за тебя. Здравствуй, Леш. А ты куда собрался? У тебя же сейчас в урок с арфеджио? Светлана Сергеевна меня домой отправила. Сказала, каких-то дотаций нету. Я теперь не могу заниматься. Дотацией? Леш, ты не переживай. Это какое-то недоразумение. Ты сегодня дома позанимайся, хорошо? А совсем скоро все уладится. Ага. До свидания, Мария Алексеевна. До свидания. Пойдите. Здравствуйте, Марк Викторович. Мне нужно с вами поговорить. До свидания, Мария Алексеевна. Присажитесь. Вы не задрожите, я буду есть. У меня совещание через 20 минут. Ничего не меняется. Пирожки из нашей столовой прямо как наше время. Так вот, я только что встретила ученика школы, которого отправили домой. Потому что нет дотации. Его учительница ссылается на вас. Маш, у нас нет возможности учить детей бесплатно. К моему большому сожалению. Но этот вопрос держу под контролем, и как только я поймёшь... Но мне Тищенко лично обещал. Мария Алексеевна, я не занимаюсь финансовыми вопросами. Если вам обещал Тищенко, спросите у него. Спасибо, Марк Викторович. Обязательно спрошу. Сейчас пообедаю и сразу садись за уроки. Договорились? Привет, мои мальчики. Вы как раз вовремя. Обед уже почти готов. Петенька, иди, пожалуйста, к себе в комнате. Переодевайся, умой ручки и приходи. Андрюша, а тебе нужно особое приглашение? Все же остывает. Я на работе пообедаю. Ой, ну перестань. У вас обеды делают из одних полуфабрикатов. А я все натуральное купила. Свежее. А помнишь, когда мы с тобой только поженились, я совсем не умела готовить. А я все пересаливала. А ты ел и шутил, что это я из большой любви. Да, я все помнила. Только не понимаю, почему ты вдруг в воспоминания ударилась. Раньше тебя вообще не волновало, как мы с Петькой живем без тебя. Андрюша, ну я же тебе уже говорила, что мне очень жаль. Ну неужели ты, ну, никогда не грустишь? И, по-моему, ты не особенно меня ждал. Завел себе эту учительницу и привел постороннего человека в дом. Крестенька, ты чего добиваешься, а? Я хочу сохранить нашу семью. Я люблю Петю. Тебя. Я хочу, я люблю. Я, я, я. Ты только о себе думаешь. Так вот, я люблю Машу и хочу развестись с тобой, чтобы жениться на ней. И твои вот эти уловки, не идти в суд, я насквозь. Я действительно себя плохо чувствовала. Ну, наверное, акклиматизация. И потом ты сам бежал на работу. Ну да, конечно, я еще во всем и виноват. Да, Кристина, ты совсем не меняешься. Валерий Петрович, здравствуйте. Валерий Петрович, вы обещали поговорить с министром образования и вернуть дотации. Здравствуйте, Ему Алексеевна. Вообще-то мой рабочий день окончен, но ради вас я так обуть задержусь. Подожди. Ну, так чего вы хотели? Я бы хотела узнать, вернуть ли школе финансирование. Вы же мне обещали. Да, обещала. А что мне оставалось? Я тут шум ни к чему. Такого еще за всю историю не было, чтобы учитель года от звания отказывался. Это ж скандал на всю страну. Комиссия из министерства, разбирательство. Да и вы, Мария Алексеевна, должны понимать, я человек подневольный. Пришло распоряжение от руководства, надо его выполнять. Так вот чего стоит ваше обещание. Вы же знаете, приказ пришел после того, как дети сдали экзамены и началась учеба. Это же незаконно. Ну, что законно, а что нет, не вы обсудите, моя дорогая. Эх, Мария Алексеевна, но не ожидал я от вас такой черной неблагодарности. Ведь я вас рекомендовал. А при чем тут ваши рекомендации? А при том, делай что-то хорошее, честно говоря, надеешься получить в ответ, так сказать, некую заимность. Это вы на что намекаете? Да как вам не стыдно? Ну, Мария Алексеевна, вы же взрослая женщина, и тут такая наивность. Или вы на самом деле решили, что вы лучше всех эта награда досталась вам за какие-то реальные заслуги? Вы все сказали? А теперь я вам скажу. Для меня эти звания, должности не имеют никакого значения. Я даже готова забыть о вашем хамстве и о всем, что я сейчас услышала. Я просто никак не могу понять, как можно ломать жизнь талантливым детям только потому, что у их родителей не хватает денег. Я вам это просто так не оставлю. Вот только угрожать мне не надо. Так, ну ничего не забыла? Значит, Маш, мы договорились, да? На каникулах ты к нам. Ну сколько ты уже Соня не видела? Да и Сережа будет рад. Договорились, конечно. Андрей? Угу. А чего трубку не берешь? Может, он уже на развод подал, а ты так и не узнаешь. Надюшка не подал. Пишет, что скучает, хочет встретиться, а вот в суд они с женой так и не дошли. Ты только не дави на него. Он все сделает сам. Не дави. Слышишь? Да слышу. А мне часа не до этого. Мне бы со школы разорваться. Ой, неугомон ты, Машка. Так, все, пора. Такси уже ждет, наверное. Ну тогда идем. Маш, ну совсем не обязательно ехать со мной на вокзал. Оставайся дома. Ничего со мной не случится. Надь, я просто хочу с тобой подольше чтобы быть. Вот и все. Можно? Да. Ну тогда идем. 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 Маша, подожди, мне нужно с тобой поговорить. Ты зачем приехал? Ну, ты не оставляешь мне выбора. Не отвечаешь на звонки, сообщения, а я просто места себе не нахожу. Маша. Перестань, если кто-то увидит. Ну, если ты со мной не поговоришь, я встану на колени, тогда точно все увидим. Что ж ты делаешь? С ума сошел? Ну да. И в этом виноват только ты. Столько цветов, что оранжерею икребил. Ну, пока еще нет, но одно твое слово. Я готов на все, что угодно. Ну, это чересчур. А за цветы спасибо. Очень красивые. Маша, не отталкивай меня. Я понял, я… Я жить без тебя не могу. Я дышать без тебя не могу. Да, я… Ты мне как воздух нужна. Я тебя очень, очень люблю. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Я мама Пети Назаренко. А вы по какому вопросу? Я относительно вашей учительницы музыки моего сына. А Лаврова, кажется, ее фамилия. И моего мужа. Ну, что ж… Проходите, садитесь. У нас в телевизионных кругах давно поговаривают, что Тищенко нечест на руку. Его давно подозревают в нецелевом использовании средств. У нас примерно год назад разоблачительный материал готовился. Но там что-то произошло, и он не вышел в эфир. Раз этот материал есть, значит, его можно поднять. Но нужно же что-то делать. Конечно, нужно. Этот материал как раз мой друг готовил. Я сегодня ему позвоню и договорюсь. Спасибо тебе. Ну, что ты как маленькая? Нас никто не видит. Маш, как же я по тебе соскучился. Слушай, а поехали к тебе, а? Я ужин приготовлю, вино возьмем. К черту их всех. Не буду отвечать. Андрей, ответь. Ну, вдруг что-то срочное. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло? Что? Зачем? Я не могу прямо сейчас приехать. Отправь Петьку в аптеку. Ладно, давай. Кристина обвешала шторы и упала со стола. Там что-то с ногой. Андрей, тебе нужно идти. Тебя дома ждут. Маш, ты чего? Андрей. Маш. Тогда я уйду. Маш. Андрюша, а я уснула, пока тебя ждала. А где Петька? Ой, он сегодня рано уснул, устал, набегался. Представляешь, если бы не Петька, я бы так и лежала под занавеском с подвернутой ногой. А он мне на кровать помог с пола перебраться. И в аптеку сбегал. И ногу помог перебинтовать. Даже не верится, что у нас с тобой такой взрослый сын. Кристина, ты думаешь, я не вижу, что ты специально впутываешь ребенка в наши отношения? Ты что, был с ней? Я был на работе. И вообще, что за допрос? Что же ты, Назаренко, любовницей даже духов приличных не подаришь? На мне это не экономят. Все, Кристина, закончили. Я не обязан перед тобой отчитываться. Ты мне жена только по паспорту. Я намерен это исправить в ближайшее время. Меня достали твои вечные отговорки. То ты больна, то на собеседование. Не хочешь все мирно решить? Хорошо. Я подам заявление на развод, а тебя вызовут повесткой в суд. Ты злой, потому что голодный. Я тебя сейчас покормлю. Ой. Ой. С вами был Андрей Назаренко в авторской программе «Правда и ничего, кроме правды». Не обманывайте своих близких. Надюш, привет. Прости, что не позвонила. Как ты доехала? Как себя чувствуешь? Да, нормально. Сегодня уже на работе была. Сергей рядом? Да. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Если честно, ничего хорошего. Ни в школе, ни с Андреем. Машка, ну ты чего? Не узнаю свою боевую сестренку. Я тебя тоже не узнаю. Как Соня, а Сергей? Соня с подружками в кино пошла. Привет передавай. Сережа тебе передает привет. Ему тоже привет. Люблю вас, ребята. И мы тебя. Ладно, Марусь, не унывай. Целую тебя. Дело всех тоже. Какие мысли у вас возникли? Мне очень больно. Я ей так верю. А она все время обманывала. Что там у Машки стряслось? Кто ее обидел? Да есть там один с обстоятельствами. А ты же знаешь Машку. Она не будет прощать все подряд ради того, чтобы мужик рядом был. Ну в этом мы с ней похожи. Хорошо, что я перед тобой ни в чем не провинился. Даже боюсь представить, что б ты со мной сделала. Сереж. А хочешь чаю? А ты будешь? Ну я тогда тоже. Милая, что случилось? С тобой все в порядке? Все нормально. Не волнуйся. Просто голова закружилась. Правда все в порядке? Да. Сейчас закружилась. Сегодня утром в лаборатории. Ты от меня ничего не скрываешь? Сереж, не выдумывай. Я тебе еще бутерброды к чаю сделаю. Ну чего вы так расстраивались? Пенсия это еще не конец жизни. А вы всегда для нас будете дорогим и желанным гостем. Да, да. Гость всегда. Понимаете, ну я ничего не могу поделать. К сожалению, на такую сторону жизнь. Смена поколений. Конечно, я понимаю. Иннокентий Францевич, вам плохо? Что случилось? Мария Алексеевна, ничего не случилось. Просто Иннокентий Францевич все слишком близко к сердцу воспринимает. Да? Да. А сердцу пора отдохнуть. Что значит отдохнуть? Ты что, Иннокентия Францевича, собираешься на пенсию отправить? Что значит отправить? Понимаешь, я на его ставку могу двух молодых педагогов нанять. Я сегодня же пишу письмо министерства и отказываюсь от звания. А когда сюда приедет комиссия и начнут разбираться в причинах, я ей расскажу, что ты здесь творишь и что сократили бюджетные места. Ты хочешь меня отомстить? Отомстить? Именно. Я не понимаю, это же очень глупо вспоминать, когда-то тебе предпочли другую. Ты думаешь, я комиссию не объясню, что за твоим дешевым пафосом стоит банальная ревность? Ты идиотка. Не смей так говорить женщине. А вы еще здесь? Я думаю, вы уже ушли и заслуженно отдыхать. Алло, скорая? Человеку плохо. Сердце. Эта дура Лаврова совсем с катушек следела. Она собирается накатать телегу в министерство и отказаться от звания. Ага, значит все-таки она решилась, да. Все делай, что хочешь, но поставь ее на место. Мне тут скандал не с руки. И учти, если под меня копать начнут, тебе сухим из воды в этот раз не выйти. Я вас понял, Валерий Петрович. Надеюсь, ты еще не забыл, как на коленях меня тут стоял и прикрыть просил. А? Если б не я, ты сейчас бы под следствием был, а не в директорском кресте бы сидел. Обещаю вам, что я разберусь с этой Лавровой. Ну так вот разберись. Разберись! Простите, пожалуйста. Простите, можно я с вами поеду? Пожалуйста, у него никого нет. Его сразу положат при анимации. Посторонних туда не пускают. Поэтому ехать вам никуда не надо. Завтра с утра позвоните. Узнайте, когда его можно навестить. Состояние тяжелое, но мы постараемся сделать все возможное. Спасибо. Да, Андрей. Я тебя слушаю. Маш, привет. Я тут Патиченко такого накопал. Давай чуть сейчас увидимся. Я только с работы приехал и сейчас быстренько в душ. Могу к тебе заехать? А, хорошо. Как скажешь. Я адрес вышлю. Что ты будешь на обед? Петя сырники заказал. Я сейчас ухожу. У меня встреча по работе. А когда ты вернешься? Слишком много вопросов, Кристина. Лилия Борисовна, я вас позвал по учению. К деликатному поводу. Вы знаете, что произошло? Да, конечно. Мы соберемся с коллегами и новостим Иннокентием Францовичем. Конечно, конечно. Но и не только об этом. Понимаете, произошла еще для меня очень неприятная ситуация с Лавровой. Да уж. Учительская вся просто гудит. Я не знаю. Такое поведение недопустимо. Вы же понимаете, что это репутация нашей школы. Я абсолютно с вами согласен. Но она теперь учитель года. Я не могу ее просто так уволить. Я... Поэтому я хотел с вами посоветоваться, Лилия Борисовна. Может, вы подскажете, как мы можем решить эту проблему? Марк Викторович, очень хорошо, что вы сейчас сами об этом заговорили. Я, честно сказать, и сама собиралась к вам зайти. Я вас внимательно слушаю. Дело в том, что у Марии Алексеевны очень близкие отношения с отцом Петей Назаренко. С женатым отцом своего ученика. И ко мне приходила его мать. Она очень просит принять меры. Ничего себе. Да это же серьезный сигнал. Скажите, она сможет подтвердить свои слова публично? Я в этом не сомневаюсь. Я прослежу. Извините. Угу. Да, Мария Алексеевна, а вы на работе? Зайдите ко мне в кабинет. Лилия Борисовна, расскажите мне об этом Андрея Назаренко. Пойдите. Вызывали? Вызывала. Спасибо. Оставьте нас на еде. Разумеется. Присаживайтесь, Мария Александровна. Смотри, Мария, что получается. Ты, с одной стороны, борешься с несправедливостью. Отказываешься от званий. В знак протеста. А с другой стороны, заводишь роман с женатым отцом своего ученика. Ты же понимаешь, я на это не могу не отреагировать. На мне ответственность. За школу, за коллектив. За моральный дух. Что ты хочешь? У тебя есть два варианта. Или мы с тобой сейчас мирно договоримся. Ты прекращаешь весь этот шум по поводу дотации бюджетников, звания. Продолжаешь спокойно работать. А я закрываю глаза на твои отношения с Назаренко. Или? Или... Я увольняю тебя с большим шумом. И все твои потуги раздуть скандал. И таким образом заставить меня и Тищенко принять твои условия. Я... Значит так, смотри. Лицей информатики министерство выделило деньги на современные компьютеры. Но Тищенко заявил, что ремонт крыши в этой школе актуальный. Деньги перевели на счет строительной фирмы. А потратили их на ремонт дачи Тищенко. Ну, конечно, крышу отремонтировали за счет родителей. И вот смотри, про дотации. Их никогда не вернут. Тищенко на эти деньги купил автомобиль премиум-класса. Машина стоит у него в гараже. По документам она куплена для нужд департамента. А по факту на ней разъезжает его жена. Маша, мы из этого такой материал сделаем, что Тищенко не только снимут, но еще и посадят. Андрей, почему ты думаешь, что этот материал опять не снимут с эфира? Да. А я его даже на канал давать не буду. Размещу в интернете и в социальных сетях. А знаешь что? Ты можешь пока ничего не делать? У меня есть идея. С такими, как Тищенко, нужно говорить на понятном им языке. Ну ладно, как скажешь. Но ты же такая бомба. Добрый день. Вы знаете, а я даже не сомневалась, что встреча по работе, на которую пошел мой муж, это встреча с вами. Кристина, что ты здесь делаешь? Ну как что? По-моему, нам есть о чем поговорить. Нам же есть, что обсудить, правда? Извините, мне нечего обсуждать. Это ваше с Андреем дело. Ну это не совсем так, моя дорогая. Андрей, как человек деликатный и очень порядочный, не может объяснить вам всей сути происходящего. А я могу. Потому что эта ситуация касается моей семьи. Кристина, что ты несешь? Какая семья? Нашу семью ты слила в унитаз еще два года назад. Да, я ошиблась. Но теперь я хочу все исправить. Между прочим, у нас есть сын, которого я очень сильно люблю. И которому нужны мама и папа. И ты вчера, по-моему, был очень даже не против того, чтобы мы снова стали семьей. Маш, пойдем отсюда. Она сошла с ума и сама не знает, что несет. Ну, Андрюша, ну разве этой ночи между нами ничего не было? И я не вру. Если вы напрямую спросите у Андрея, он тоже не соврет. Но вы же знаете. Я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали. Я сделаю все, чтобы сохранить свою семью. Все. Понимаете? Довольна? Закажи мне, пожалуйста, бокал белого вина. Закажи мне, пожалуйста, бокал белого вина. Аппарат абонента выключен. И не находитесь в улицу. Здесь присоединяйтесь. Машенька, привет. Добрый вечер. Сереж, я не могу дозвониться Наде. Она дома? Нет, еще не вернулась. В дороге, наверное. Маш, у тебя что-то случилось? Если честно, да. Надя говорила, что... Сереж, я увольняюсь и хочу уехать отсюда. Можно я у вас остановлюсь пару дней? Машка, ну конечно можно. Ты же знаешь, мы тебе всегда рады. Приезжай. Спасибо. Передай, пожалуйста, Наде, что я звонила. Конечно, передам. Ты мне скажи, что случилось. Я чем-то могу помочь. Извини, я... Сейчас не могу. Давай я тебе все расскажу, когда приеду. Ну хорошо, договорились. Машка, я хочу, чтоб ты знала. Ты всегда можешь мне позвонить в любое время, слышишь? В любое время. Хорошо, спасибо тебе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok на телевидении и интернете. Чего вы добиваетесь, моя литерна? Валерий Петрович, верните детям украденные дотации. Я отсюда увольняюсь, уезжаю и больше вы обо мне не услышите. Если вы все сделаете, я обещаю вам, а глазки не будут. А я свои обещания, в отличие от вас, выполняю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok